Национальный театр Иванушка-дурачок. Маленькие зрители с любопытством и интересом наблюдали за приключением непутевого паренька, но который благодаря своей честности и искренности в конце все же выходит победителем. Не умею, вот задумаю, затею, раздуваю, как свеча, пишу, как свеча. Зрительный зал полон, все 650 мест заняты. Каждый год на новогоднюю елку приглашают детей со всей республики, которые, возможно, чуточку больше остальных нуждаются во внимании и заботе. Даже из далекого Терехорского кожуна у нас делегация прибыла. Не смогли по погодным условиям приехать только дети из Тоджинского кожуна. Ну, елка главы, она больше ориентирована, то есть она для детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Поэтому вот основными организаторами является агентство по делам семьи детей и Министерство образования нашей республики. Также среди приглашенных детей есть отличники и хорошисты, имеющие успехи в спорте и в творчестве. А девятиклассник Начан Ширин был приглашен на елку главы за свой отважный поступок. Школьник в августе этого года спас двух женщин, вызвали их из горящего дома. Он горел там, и окно сломал, и вытащил две женщины. Они там плакали, там орали, и там кладок тоже так сгорел, все. А кадет Владимир Анчу впервые на новогодней елке главы признается, что хотел бы попасть на главное новогоднее мероприятие еще в следующем году, но уже не один, а в компании. Здесь очень было интересно, сказка была очень интересная, мне очень понравилось. На следующую елку я хочу, чтобы моя сестра сюда тоже пошла. Уже в фойе театра детям новогоднее настроение дарили свинка Пепе и четыре обаятельных снеговика. Кульминацией стали традиционные хороводы вокруг лесной красавицы со сказочными персонажами. В конце каждому ребенку был вручен сладкий подарок. Субтитры создавал DimaTorzok